Первокурсник колледжа строителей Александр Полюхович пробует свои силы сразу в областном конкурсе. До звания дипломированный специалист, ему еще учиться и учиться, но уже для себя он приобрел бесценный соревновательный опыт. Эмоции довольно сильные, так как первый раз участвую в этом конкурсе. И есть с кем получается посоревноваться. Ну и довольно интересно в принципе как бы участвовать в этом. Задание несложное сильно, ну как бы тренировался, не пропускал, старался хорошо выполнять задания мастера. Искрометный конкурс требует четкости, точности, умений, профессионализма и как ни странно размеренности и холодной головы. Главное, чтобы рука не дрогнула. Эти конкурсы дают дальнейшее развитие для учащихся, помогают поднять их профессионализм. Дети соревнуются между собой, кто-то у кого-то принимает опыт, смотрит на других. Это только большой плюс для развития сварки в нашей стране. Достаточно сложная, как бы много тренировок надо. Тренировался, вот. Буду стараться выиграть здесь в конкурсе. Чтобы эта профессия в дальнейшем продвигалась, в будущее. Как бы отделять настоящих специалистов, как бы чтобы продвигаться. Конкурсант должен умело управляться со всеми видами сварки. Счет в деле идет на секунды. Скорость не важнее качества. Участников немало. 16 учреждений профильного образования заявили потенциальных претендентов на победу. Задание у нас немножко легче, конечно, чем на республике. Но выбирается с учетом того, чтобы оно хоть как-то походило на то, которое будет там, чтобы они были готовы к чему-то, когда приедут туда работать. Уровень, в принципе, чуть-чуть выше, чем в прошлом году. Но, как и всегда, есть лучшие работы, есть похуже. То есть, кто как занимался. Профессия сварщика сегодня одна из востребованных во всех сферах деятельности. От строительства до сельского хозяйства. Есть учреждения, которые в этом году дважды присутствуют на подпросе. Это уже выпускники. Третий курс. Поэтому они показывают результат лучше, они смелее. Они показывают пример нашим молодым, первому, второму курсу. Вся наша работа направлена на то, чтобы был специалист высокого уровня. А научиться можно у себя в мастерской, на теоретические, практические занятия. Естественно, на конкурсах ты увидишь, как работает твой товарищ, твой однокурсник. Успеть все сделать за два конкурсных дня. Таковы условия. Победителя будет ждать не только приз, но и участие в новых испытаниях.